А у нас, как водится на фоне грандиозных внутренних скандалов, общество снова предлагает обсудить мовное питание. Почему закон про квоты на телебачене выкликал так много суперечек? И почему нардепы не дослухалися до рекомендаций Ради Европы? Мои коллеги расскажут про это. Защитить украинский язык. Так объясняют необходимость принятия квот для телевидения сами авторы закона. По словам нардепа от Народного фронта Виктории Сюмар, распределение 75% украинского и 25% любого другого языка в эфире вполне соответствует демографической ситуации в Украине. Однако такие цифры противоречат данным социологов. Согласно последним опросам центра Разумкова, в быту на русском говорят более 40% украинцев. При этом почти половина опрошенных вообще против каких-либо языковых ограничений. Прифронтовая зона Донецкая область Бахмут, бывший Артемовск. Один из таких городов. Здесь большинство говорит на русском. Украинские телеканалы, вещающие на русском, для многих тут основной источник информации. Местные жители против языковых квот. Много и армян, и азербайджанцев, и турков. И у нас тут, мне кажется, даже все национальности преобладают. И ломают этот русский язык, но они его как-то понимают. Украинский они понять не смогут. Мы не хотим отделяться, мы не хотим... Ну мы хотим жить нормально. Вот если я говорю по-русски, почему... Я не умею по-украински говорить красиво и правильно. Подобные языковые ограничения могут привести к тому, что жители таких городов попросту переключатся на российские телеканалы. А значит на российскую пропаганду, говорят эксперты. На многих домах, как вот на этих, здесь есть спутниковые тарелки. Да и без них настроиться на запрещенное российское ТВ дело нескольких минут. Если Украина потеряет информационное влияние на такие регионы, это уже станет угрозой нацбезопасности. Такие нормы, если я начну действовать, очевидно они будут бить на... Еще дальше отдалять идеи возможной реинтеграции людей. Украинцы, наши граждане, наши страны, которые говорят по-русски. Очевидно, что для них тем самым стоит еще дополнительный некий барьер. Тем больше они будут ощущать часть граждан некой отчужденной. Аудитория российских каналов, которая заметно упала действительно за последние три года. Мы будем наблюдать обратную тенденцию. Если мы хотим доносить украинскую позицию, а аудитория преимущественно русскоязычная, то надо обращаться на том языке, на котором люди думают, живут, говорят, используют в быту. А не навязывать. По мнению авторов законопроекта, квоты 75 на 25 приведут и к росту производства отечественных телепрограмм, фильмов и сериалов. Однако еще прошлой осенью в Совете Европы предостерегли Украину от принудительных мер в этой сфере. Заявив, что ограничения продаж иностранной телепродукции противоречат европейским нормам. Не запрещать, а наоборот развивать и украинские, и русские языки призывают и в оппозиции. Продолжается ганебная практика, когда чувствительная тема поддержки украинского, поддержки украинской мовы и украинской культуры действует шляхом забороны других мов, действует шляхом ограничения для национальных меньшин, граждан Украины. Поддержка украинской мовы должна идти в первую очередь шляхом развития и шляхом преференции с боку державы, а не шляхом заборон и обмежений, шляхом дискредитации таким чином державной мовы нашей страны. Так от кого же авторы хотят защитить украинский язык? И не окажется ли, что квоты лишь ослабят нас в информационной войне с агрессором? И кому они тогда выгодны? Над этими вопросами теперь предстоит задуматься нардепам перед тем, как рассматривать закон во втором чтении. Оксана Григорьева, Леонид Аборин, подробности, телеканал Интер.